Здравствуйте. Привет, GQ. Это Данила Васильевич Радлов. Это Варвара Романовна Шмыкова. Сейчас мы будем задавать друг другу вопросы и проверять насколько хорошо мы или плохо друг друга задаём. Страшно. Чуть-чуть. Скинемся кто первый? Фонарь. Нет, фонарь. А, ой. Сейчас. Раз, два, три. Корней. Раз, два, три. Корней. Ты первый. Хорошо. Так, ты задаёшь? Мне вопросы. А, блин. Хочешь ты первый, если ты выиграл? Ты как хочешь? Задать вопрос? Задавай. Давай я буду задавать. Ты готов? По порядку. Где и как мы познакомились? Ну, это легко. Мы познакомились на дне рождения у нашей общей подруги Юли Селезнёвой. Это было какого-то июня. Она убьёт тебя за какое-то июнь. 2019 года. Да, мы познакомились на дне рождения нашей общей подруги. Случайно. Было весело, но я когда пришёл, никого не знал, кроме Юли и ещё одного человека. Было очень много людей. И я не знал, с кем общаться. Потом увидел Варю. Варя пришла. А я её видел до этого. Я не был себе знаком, но я её видел. Потому что у нас были общие знакомые. Я к ней подошёл и всё. Завязался разговор. Ну, я просто... И мы начали дружить. Да, дружить. Да. Да. Каким спортом я занималась в детстве? Футболом. И ещё боксом. И ещё... Помнишь, я с Дедковым, Серёжей? А, ты занимался армрестлингом? Блин, точно. Точно. И армрестлинг. Ну да. Ну ещё было что-то по мелочи? Рукопашный бой. А вот здесь непонятно. Во что я была одета на первом свидании? Ты была одета. Ты была одета, во-первых. Зависит от того, что ты считаешь первым свиданием. Но, допустим, что... Что же это было? Я помню вязаную шапку твою. Помню пальто длинное. Кофта, на которой написано «Мама», «Супер Корнея». Да. Это было восьмого числа. Апреля. Апреля. Да. Засчитано. Как зовут всех моих братьев и сестёр? Ай, вообще легко. Семён, ты, Артём, Маруся, Вася, Граня. Всё? Ну, хватит. Когда у них у всех дни рождения? У Сёма 19 ноября. Ну, это ладно, да. У Артёма 6 ноября. Или что-то такое. Другое число. Четвёртое ноября. Пятое. Восьмое ноября. Ну, Маруся, по-моему, летом или скоро сейчас. Это пропущу, Вася. Очень стыдно, Маруся. Я это выучил. У Грани 29 июня, а у Маруси я не знаю. Вань, прости. Мы выучим, мы выучим. В качестве кого я снималась с передачи «Умницы и умники»? В качестве помощницы ведущего. А что делала? Ты выносила... Что ты выносила? Ну, что там выносит? Какие-то призы, грамоты, очки. Нет. Я не помню. Надеваю так. А, мантии выносила? Какие мантии? Галстуки? Нет. Нет? Шашлы какие-то? Нет, это за правильный ход. А, значки какие-то? Да нет. Медали. Медали, ордена. Ордена. Когда? Когда это было? Это было лет... Тебе было 15 лет? Или 16? Или 14? Да. Это было в 2007 году. Сколько это лет? 15. Где я училась... Училась в школе, в Северном Тушино. А это, кстати, легко, потому что... Потому что Варя писала пост на 1 сентября. Там я все рассказал, я все прочитал, все запомнил. Училась в Северном Тушино, в школе с углубленным... С углубленным языком французского языка, которое Варя сейчас плохо помнит. После этого она туда перевелась, ее туда выгнали. И в последних двух классах училась в школе на Дегтярном переулке. Номер я не помню. И еще параллельно ходила в... Это следующий вопрос. Это следующий вопрос. Музыкальный театр юного артиста. Актера, да. Актера. Вот, собственно, в каком театре я играла? МТЮА. Блин. Да. Я не отвечу ни на один твой вопрос, ты понимаешь. Какой у меня знак зодиака? У тебя знак зодиака рыбы. Мой любимый знак. Точно. А каким и куда было наше первое совместное путешествие? Это был Питер, я думаю. Пусть это будет Питер. Питер? А что мы там делали? Ну, что-то делали. Какой зразов-то? Собака какая-нибудь. Ну, премия в смысле. Ага. Ну да, но я не помню, если честно. А, нет. Мы поехали в мае, когда у меня там был сет в юнионе. А, да. Когда закончилась Пасха. Жесть. Это было, типа, 1-2 мая. Это было жесть. Точно. Был пост. А потом он закончился. И у меня был диджейсет, где я ставил русскую попсу. А я перестала... И как этому... Ну да. Ну да. Было классно. Но было весело. Было весело. Так. Чем я люблю заниматься в свободное время? Я пока не видел, чтобы у тебя было свободное время. Поэтому не знаю. Ну, спать, наверное. Ну, спать, да! Да. Чего я боюсь? Ты боишься ничего. Ничего, наверное. Наверно. Какое слово или выражение я говорю чаще всего? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Дрэгон, блин. Ну да. Дрэгон, блин. Данька Радлов. Бо-ле-е-е-н. Я теперь не вижу цитаты. И последний вопрос. Наша с тобой песня. Наша с тобой песня. А можешь я заиграть в задней фоне? На монтаже. Это Ями. Ями Джастин Бибер. Ями-Ями. Опять можно? Ну теперь ты. Так, теперь я. Сейчас я буду позориться. Нет, все нормально. Вопрос хороший. Да? Я знаю ответ на них? Ответ на них ты либо знаешь, либо ты найдешь, что ответить. Как проходило наше первое свидание? Хотя нет, я вот тоже думал. Ну... Смотри, что назвать первым свиданием. Правильно? Ну, если мы считаем 8 апреля, то мы были в бане. Вместе с моим сыном Корнеем. Покупались в джакузи и в снег ходили. Да. Правильно. Как зовут моих родителей? Ксения Юлиевна и Василий Александрович. О, супер! Так, это вопрос. Кем я хотел стать в детстве? Рэпером? Рэпером, да. Можно так. Разве была какая-то прям определенная профессия у тебя? Да? Ты хотел? Ну, в детстве нет, наверное. Я расскажу историю. В детстве, это, наверное, я тебе не говорил. В детстве, когда меня спрашивали, кем я хочу стать, я говорил, что я хочу быть грузчиком подушек. Мне казалось, что это, типа, клево, и они еще легкие, их можно грузить и не уставать. А потом, на это я тебе говорю про детство. Потом я хотел быть продавцом мороженого, потому что я думал, что если ты продаешь мороженое, ты можешь его есть сколько угодно. А когда я стал чуть постарше, ну да, мне хотелось быть рэпером. Я даже записывал какие-то стихи. Созванивался к какой-то девушке, говорю, что я продюсер, читал я по телефону свой рэп. Ужасный достаточно. Вот. Ну да. А дальше уже было, да, какие-то более осознанные. Потом хотел быть детским психологом. А вот, детский психолог, точно, блин. Но это не в детстве, поэтому. А мои любимые исполнители? Я не назову его сразу, просто нет. Я не знаю этих... Мы просто очень много музыки слушаем, что я, что Варя. Поэтому даже я не могу, наверное, сходу назвать кого-то одноволик и даже пятерых. Нет, ну допустим... Потому что есть какие-то периоды, когда... Вот эти чуваки как, которые... Руан Бин. Да? Они? Да, вот. Можно их, допустим. Ну ты понял, да, про кого-то? Да, да, да. Это они точно? Да, да, да. Тот сет, который, ну, три раза мы слушали. Да, да, да. А все, ага. Который без слов. Да, да, да. Да. Страна, в которую я люблю возвращаться. Мы были смотреть только в Турцию и всех странах, и в Россию. Туда кормили. Поэтому выбирай. Возвращаться. Ну, может быть, Испания? Ты был в Испании? Много раз. Много раз. Любишь тогда возвращаться? Ну, я... Ну, там хорошо... Я люблю возвращаться в Париж, вот куда. Ну, я сам только что это понял, поэтому... Мы вместе только что об этом узнали. Поехали в Париж туда. Да. У меня такое в плане стоит. Мое любимое место в России это? Териберка. Правильно. Хорошо. Как проходит мой выходной день? У нас есть вообще выходные? Я не понимаю. Твой выходной день? Ну, ты готовишься к сету, наверное. С этой работе? Убираешься. Убираешься дома. Тоже работа. В выходной. Ну, мы... Куда-то едем вдвоем. Гулять там или на дачу. Едем за год. А это выходной точно, да. Жарим шашлыки, гуляем, дышим воздухом. Угу. Общаемся только друг с другом. Ну, и плюс еще там пара человек. Подпускаем. Так сложный вопрос. Мои вредные привычки? Так... Нету, получается. Не, ну как курение, сигареты. Все. Мои любимые фильмы? Сейчас. Ну, тут, на самом деле, этот вопрос похож на любимую музыку. Просто потому, что фильмов очень много. И мы вместе смотрим вообще много фильмов хороших, которые я очень сильно люблю. Есть один мой любимый фильм. Но я Варе его очень не успел показать. Поэтому Варя не смогла его назвать. И ему, по-моему, может один раз я его называл. Это фильм, который... Я не считаю его самым лучшим фильмом у всех времен народа. Просто он мой самый любимый, действительно. Называется «Танцующий свалками». Аааа... Наших будущих детей. Даня, Варя и... И... Или... Как еще? Федя, 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 Вася. Не знаю, мы не обсуждали же. Да, но... Федя хороший вариант. Федя или Лиза. Ты шутишь? Я шучу. Спасибо. Я просто объясню. У меня в семье три Федя. Мой брат, мой дядя, мой дворный брат. Две... И три Лизы. Моя бабушка, моя тетя и моя племянница. Я пошутил, что можно было бы так же назвать своих детей. Это хорошие имена, но, пожалуй, хватит. Хороший вопрос. Мы подумаем о недосуге. Мое любимое блюдо. Ну, эти... Фишн чипс. Фишн чипс? Точно, блин! Ну, супер, даже я забыл. Кто первым проявил инициативу в наших отношениях? Каких? Ну, недружеских. В дружеских я. Ну, я. В недружеских ты? Ну, я. Ну... А какая моя любимая актриса? Это я. Правильно. Все. А как же скармить Йоханссон? Ой, да ладно. Я не любимая. Просто... Ничего. Все. Так, нам нужно срочно понять, как мы будем называть наших будущих детей. Федя, не нравится? Нет. А мне, как тебе, нужно запомнить, когда ради... День рождения у Маруси. Господи, Маруси, прости ради Бога. Она просто средняя в семье там... Сложно. А я просто не успел пока... Не уловил еще пока все. Я работал над этим. Ну, в целом, мне кажется, мы знаем друг друга неплохо. По-моему, очень хорошо. Я думала, будет хуже. Да. Я тоже думала, будет хуже. Да. Я думаю, придется отшучиваться или... Как не. Как не. Что? Я не знаю. Поссориться там еще. Уйти куда-то. Ну и все хорошо. Спасибо. Ну да, спасибо. Ну да, спасибо.